Хотел бы, в первую очередь, отметить, что Тюменская область исторически является лидером по объему как строительства жилья, сдаваемого жилья, так и по объему потечного кредитования. Ипотека всегда была таким очень мощным инструментом финансовым, который помогал, как раз подогревал, увеличивал спрос на строительство жилья. И после тех событий, которые произошли на финансовом рынке, в экономике, были серьезные ожидания по спаду как продаж, так и соответственно объема выдачи ипотечных кредитов. То есть спад ожидался в районе 50%, в районе 40-50% по отношению к прошлому году. И, в общем-то, такой спад мы тоже видели, спрос упал в первые месяцы года. И, конечно, запуск государственной программы господдержки – это такой важнейший шаг, который уже сейчас мы ощущаем и в дальнейшем планируем, что он серьезно повлияет позитивно на объем ипотечного кредитования, на объем спроса. Так вот, что мы видим по нашему делению? Только за один месяц, с момента старта программы, которая стартовала, напомню, 1 апреля, объем заявок составил более 700 на сумму более 1,6 млрд в деньгах. То есть вот такая динамика всего за один месяц. Выдали мы на сегодняшний день уже более 30 кредитов на сумму 60 млн. Так вот, понятно, что решение принято, срок действия решения 2 месяца составляет, поэтому мы видим существенный потенциал и уверены, что эта программа повлияет кардинально, подчеркиваю, кардинально на спрос, конечно, прежде всего на новое жилье, потому что программа рассчитана как раз на приобретение новых объектов недвижимости. И, собственно, мы свои прогнозы на этот год корректируем в связи с этим. То есть в связи с запуском программы падение по отношению к прошлому году ожидаем где-то в районе 30%. Более того, я хотел бы сказать, что наш банк не прекращает свою деятельность с другой стороны. То есть мы продолжаем, подчеркиваю, продолжаем рассматривать кредитование и застройщиков как бизнес. То есть помогаем нашим партнерам достроить свои объекты и в дальнейшем реализовывать их с помощью нашей как раз ипотечной программы с господдержкой. Мы полагаем, что этот год, этот год снижение ставок. И то, о чем говорили до этого спикеры, совершенно поддержу. Действительно, объем заявок в разы увеличился в два раза. То, о чем говорил Андрей Юрьевич, мы приняли заявок на 1,6 миллиардов. Это четвертый показатель по стране в нашем банке после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. И сегодня действительно клиенты ждут. Те, кто готовы купить новое жилье, так скажем, у застройщиков, им нужно продать имеющееся жилье. А те, кто готов купить вторичное жилье, они готовы брать пока кредиты в том объеме по действующим ставкам. Поэтому все-таки 30 апреля есть основания полагать, что ставки двинутся вниз. И, собственно, мы вслед за ставками тоже пойдем вниз именно по вторичному жилью, по готовому жилью. Ставка по ипотеке, реальная, на которую сегодня можно взять, средняя, по нашим данным, по вторичному жилью проходит на уровне превышающей 15,5%. То есть для сравнения до кризиса средняя ставка одно время доходила до уровня 12,3% по вторичному жилью. Это такой фактор серьезный, который, естественно, повлек какие-то определенные последствия. Мы теперь все чаще говорим об отложенном спросе в определенной мере. И видим, что некоторые граждане готовы ждать до понижения ставки по вторичному жилью. И, как ни странно, рынок новостроек тоже косвенно задевает следующим образом. Не секрет, что в условиях таких дорогих денег все больший процент сделок становится одновременно. То есть люди продают свое вторичное жилье и покупают новостройки. И из-за того, что не могут продать вторичное жилье, сам рынок испытывает явный дискомфорт. Теперь еще одним трендом этих четырех месяцев была загородная недвижимость. Она существенно нарастила свою долю в общем количестве сделок. По нашим данным, сейчас эта цифра подходит уже примерно к 12-13%, хотя еще недавно была, буквально два года назад, не превышала 7%. Эта тенденция такая ярко выраженная в последнее время. И понятно почему. В условиях текущей экономической ситуации все больше домохозяйств предпочитают строить самостоятельно, где-то обеспечивая более низкую себестоимость жилья. Следующий такой серьезный момент по рынку, который мы явно мониторим, это изменение структуры покупки в сторону более эконом-жилья. Тенденция явно наметилась, откровенно скажу, после именно 16 декабря. Все-таки есть элемент каких-то ожиданий, все стараются просто решить текущую потребность. С запасом, как это раньше было, куплю себе квартиру еще на вырос, на сегодня такого нет. Мы видим ситуацию, при которой граждане покупают именно то жилье, которое им здесь сейчас нужно, необходимо. И вообще, наверное, будет справедливо сказать, что сейчас происходит покупка только по явной необходимости.